Объявлено об эмиграции, Губин бежит из России. В нынешних условиях любой выезд знаменитости за пределы границ России вызывает пристальное внимание публики. Большинство негативно относится к беглецам, которые, покинув родное государство, начинают из-за рубежа поливать его грязью. Недавно из страны улетел популярный певец Андрей Губин, что, разумеется, сразу оказалось в центре внимания. Впрочем, символ 2000-х был готов к такому развитию событий и сразу же сделал честное заявление о побеге. И он объявил, что не пытается сбежать из России, а всего лишь заботится о собственном здоровье. Губин уже много лет борется с тяжелым заболеванием, которое изменило всю его жизнь. Артист часто испытывает болезненные ощущения, от которых практически невозможно избавиться. Сейчас Губин отправился в Египет, чтобы отдохнуть и набраться сил. Он находится в курортном городе Дехабе и надеется под ярким солнцем поправить здоровье. Это не побег из России, а плановое мероприятие, заявил певец. Впрочем, пока артист не знает, когда вернется в Россию, проблемы со здоровьем заставляют его «все внимание уделять собственному состоянию». К слову, ранее стало известно об отъезде из России Регина Тодоренко. Популярная артистка приняла важное решение после тяжелого периода в жизни. Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе. В возрасте 7 лет вместе с родителями переехал в столицу. Из-за того, что у семьи не было прописки в Москве, им часто приходилось переезжать с места на место. По квартирам ходили с обходами милиционеры и выявляли тех, кто проживал в столице незаконно. Мальчику приходилось часто менять школы и учиться заводить новых друзей. С детства Андрей Губин был разносторонним ребенком. В раннем возрасте научился играть в шахматы. В средних классах увлекался футболом и даже выступал за юношескую сборную Москвы. Но вынужден был бросить спортивную карьеру после перелома ноги. Стихи Андрей начал писать еще в средней школе. Один из будущих хитов «Мальчик-бродяг» был написан Губином еще в седьмом классе. В старших классах Андрей решил связать свою жизнь с музыкой. Тем более, что песни рождались в его голове, словно сами собой. Путь к мечте осложнялся лишь тем, что Андрей сильно кортавил. Петь с таким дефектом было невозможно. На помощь пришла мама друга. Достала книжку по логопедии. И юный Губин, самостоятельно следуя упражнения в учебном пособии, научился правильно выговаривать букву «Р». В считанный месяц Андрей освоил гитару и начал исполнять собственные песни. В первое время только для друзей.